погнали у нас супер-пупер финал это эльфийский мирор будь он не ладен но повторю еще разок на мой взгляд эльфийский мирор самый разнообразный и самый наверное даже контактный из мироров потому что у вас огромное количество вариантов ну ладно foggy скажет что варианта сейчас реально только два нет и чё сейчас я и я думаю что сейчас самые разнообразные в текущем патче и раньше еще а в текущем пачоке все я думал что ты не вспомнишь когда играли никому не приходило в голову кипера играть а сейчас и беру другой героем даже вардан конечно но если нет первого дем демон-хантера это развязывает фактически тебе руки ты можешь как бы брать почти любого героя или даже любого героя вот и учитывая то что разведка в эльфийском мироре наверно тоже самые классные из всех ну потому что эльфа в принципе с разведки все очень хорошо и получаются вот такие вот мега контактные как правило игры расскажи про варианты загибаем пальцы какие реальные дыха дыха против под мой дыха ну короче 4 героя есть да но а данные шаблоны отдыхать дыха кипер подма расскажи мне кипер так вот это день 9 таких основных плюс 10 может быть вардан против под мы или панда против под мы кстати эти секрет скажу так ну я я сладки прям универсальная даже как-то конечно что можно еще и панду попробовать но панда конечно против демон-ханта уже тяжело будет мне я говорю подма подма панда подма панда контрит подму под маконтрит а панда контрит под до банда контрит под мнение я понимаю я просто вот эти 9 шаблонов что назвал они такие что их можно играть даже если прям герой когда-то герой я понял города согласен просто панда уже тоже такая знаешь когда вардан там подма это же такая явная контрату сел и уже шаблоны ненадежны но сейчас у нас идет подма дима по-твоему под маконтрит диму или или нет я у меня вопросы с подвохом я у меня есть ответ на этой карте подма очень хорошая демон-хантера иначе бы он не стал ее брать он берет подмоне из-за того что он хочет как-то зрителям показать смотрите я беру вот красивого героя он знает что этот герой на этой карте очень хорошая карта такая что под мой здесь очень хорошо контролировать карту важные точки магазин один всего поэтому диман-хантера можно будет не подпускать к нему чтобы купить первый ключевой свиток мой диман хантеру тут тяжело качаться когда бегает подма вот понял эту я поддерживаю страту муна конечно ты думаешь что там будет прямо смаз или это все-таки один барак хантрессы т2 или например это один барак хантрессы и экспант потом т2 по ситуации смотря что будет делать колорфул ну допустим он просто демон нога полномерный выход в т3 все как бы ну это основной же нас есть ли маясь будет фул играть и 3 конечно тогда появляется первый шаблон это застроить застроить до т3 но как правило 3 так нагло не выходят играя через диман хант рассмотрят что делает игрок в подму ставить ли он два барака знает ли он экспант соответственно если там готовится явный раш с хантрессами то делают еще ну берут второго героя например тинкер либо панда ставят ставят 2 барака делают great ночным blessing чтобы бараки танковали азади были арчи и подстраивают еще лорницу с несколькими дрядами вот но в таком случае тот кто играет за жицу луны понимаешь что он не может пробить эти бараки и что ну эльф вложился через демон хантера не в т3 в технологии медведей а в бараке он может поставить экспант либо подстроить побольше катапульт и ждать в момент когда будет заказан т3 здесь катапульты тоже хороший вариант да получается из-за того что мастерские всегда есть да да и катапульты и можно он еще играл выход от т2 с масс арчами тоже есть такая в общем за жицу жицу луны много есть всяких вариаций просветки дико не хватает по тме блин она там а у него есть весна обсерватории да да но просто он уже потратил 100 баксов для того чтобы 150 для того чтобы 2 харча бить дороговато да это да конечно в этом плане лучше просветку брать но у нас два барака но у нас я за муну просто играю уже где-то с 2006 года нет даже 2005 поэтому при прочих равных эльфов я бы отдал предпочтение джейнджо холл или как в этом звать папа по корейским но еще проблема есть такая что почему колорфул всегда играет через демон хантера и не пытается варьировать героев сейчас текущем патче медведей повысили да и медведи сильная поэтому с расчетом на медведей и в целом вот этот вот стандарт на мой взгляд гораздо проще и универсальнее стартовать через диму потому что фактически ты можешь ну ты можешь ко всему подстраиваться патма ну хотя у под мы тоже возможности массы ему сто раз демонстрировал как можно например под мой и 80 в 100 лимита играть между прочим особенно учитывая то что глэй вы сделаны на т2 о том что учитывая то что меткость тоже папнули немножечко но в целом димка то старт с димой самый универсальный как думаешь да он универсальный но под матчем хороша тем что есть hunter school есть ультравижен и инициатива нету контроля карты да не знаешь куда побежать не знаешь там экспант не экспант а висков убивает сразу hunter с и с ультравиженом из получается видишь от части контроль полный да 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 я вижу что димка пытается там забежать на экспант строящийся я вот не если честно не понял по какой логике я увидел что арчи пошли в центр увидел что colorful взял тинкера и в этот момент он решил тыкнуть т2 и сделать вот как он может быть я поместил разведку какую-то может быть даже по этим косвенным признакам он понял что там будет т3 или что он тинкер он не продавит в любом случае он понял что там будет тинкер соответственно colorful вложился в героя которые помогают при отбивании раньше охотниц ему на использовал это время чтобы поставить вторую базу и 3 заказ и т2 заказать да это очень как бы звучит наголо но она прокатит время у тебя на это есть колоркул еще не может сразу в медведей выйти потому что ему надо еще в ряд подстроить поэтому сразу и лордницы заказал до т3 и только с дриадами он сейчас может сражаться с охотницами это ума на сейчас будет свиток 1 и даже когда дриады выйдут все равно будет сильнее за счет аура и свитка 1 да и по количеству он пока лидирует здесь можно ворваться неплохо даже барак отменить учитывая ой опасный момент голема добивают успевает тинкер второй уровень получает ну да позиция уже не очень хороших подма немножко за заждалась свитка на магазине не задинаил свою охотницу здесь был очень плохой забег потеряла охотницу по сути ничего тут не сделал туда надо было наверное ски идти в верхнюю точку огра 5 забирать но или по крайней мере кушать со свитком либо делать вот так он сейчас делает изначально с дирижаблем по имущество одной охотницы не хватает он не мог кажется дирижабль до этого момента выкупить нормально а и смотрим он играет в рядок ну было бы слишком нагло выходить еще при этом в т3 спад мой это конечно два барака просто масса массе до хантов арчей 70 лимита значит как против орка дорога но смысл как раз в том чтобы успеть какую-то гапшу отстроить и но точно не т3 точно не т3 ну и то есть у тебя 70 лимита ты как против орка делаешь ты это мне уже делаешь то что тебя 2 база там грейд на лучница но он здесь играет немного по-другому вот ряды хороши тем когда эльф играет в т3 потому что если колорфу например на т2 отряд на масел у него бы были быстрее отряды он бы развалил муна он был рядом но он понял что колорфул вроде как и 3 играет не собирается его кушать и протектор жалко смотри или или нет ни не жалко виспы 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 мунчанский ну дорогой же протектор ты чего но все равно протектор тут выиграл миллион времени и много же хп снял до протектор тут он построил чтобы его не напрягали с этим заводом потому что на самом деле если есть несколько медведей завод и демон хантер то можно и потерять экспант очень сильно пробивают медведи с этими раба гоблинами он здесь очень много времени выиграл заставил колорфула построить гиппогрифа теперь он может спокойной душой телепортироваться и надряд как уже давать бой да и скорее всего будет у него плюс десятка на тот момент когда с первыми медведями придет к нему колорфу абсолютно последнего тянет время правильно 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 же она надо такое прожимать арчу хочет ай ну а может из по убьет минус 1 арча ну действительно тут уже сомнительно стоило ли вписываться или нет . много здоровья потерял колорфула за счет того что построила гиппогрифа и дерево ветров он не может 60 выйти а ему нужно 60 чтобы пробить этот имеет муна муна уже 58 продам он забыл колодец у него 8900 голды на руках классика на колодец подзабыл с этим залетом на зипе линия колорфу по моему понимает что он не может напасть д.к. опцию какие на 50 сидеть потом два колодца добавлять не делать 70 медведей да а какие еще опции да наверное больше нет опции он просто не даст ему никак мат нычку поставить вообще никак и поэтому эта стратегия потому лучше чем вот ключевое слово я сказал инициатива и инициатива то есть у под мой против зимки контроле и постоянная он задает темп в игре и главное что он играет с двух вас против 1 не удивлюсь и сейчас вообще мунта 3 тыкнет в определенный момент но после 70 хотя нет он мануэл строит под 80 и леса у него нет тут 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 как сандэдом я думаю надежнее всего сделать сначала 22 отряды игрок а потом ну потому что в любой момент колорфу может выйти из лимитой напасть он т3 заказать да он дело тут 2 играет на атаку как ты думаешь здесь и вместо стрелки сова в не было бы полезнее в данной ситуации наверное наверное сова до что единственно что сейчас можешь делать колорфу до него вещь виск есть внизу я думаю что он типа на виспах дело или на чуйки ой да кто добил под макарса добила нет а я не зафиксировать у него есть ультравежен с виспания поэтому я думаю с этим расчетом он не берет сову он и так понимает и находится калорфу хотя калорфу мог какой-нибудь там залет с дирижаблем сделать чтобы отменить базу попытаться но шарфу от телепорта нет поэтому навряд ли свирок лечения 2 свитка что ли пронят свиток один потрата видишь он все-таки 80 лимита игры ты делает и не торопится хотя вот сейчас может поражать ну но приходится отбегать потому что есть мало места такое впечатление что он просто да он развод разводить хочет он знает что телепорта не двух сторон а сейчас не факт что хорошая идея сражаться в принципе по ситуации ему на базе пилин купить чтобы не тратить время сразу друг дропать войска и 5 ему нужен очень пошел т3 так хорошо аж после толпы коз мы пойдем в мг или медведи медведи все-таки да да медведи 100 лимита медведи 100 лимита 3 играет на атаку и конечно может и химер построить живу такое тоже бывает меня однажды так не построил о я помню на тарту лороки да или или конкретно вот этой страти спад мой он просто пока я вот так вот как color full сидел на своей половине он отстроил 3 химерницы и маски мерами прилетел так давайте понаблюдаем за великолепным контролем дриад ну я это без иронии потому что уму на с точки зрения свитков и сплита дриад наверное равных нет а тут еще только дирижабли не хватает он столько все подрезал медведя арчу арчу и вражескую это свои его дряда только и одну дряду только потерял и ну и минус телепорт еще конечно же на самом деле когда вот есть дирижабль тебе даже ну то что дряда они толпятся и надо не отменить а сразу для а вот когда есть дирижабль это еще плюс 600 жизней потому что ну оппоненту надо его плюс контроль и сюда и дирижаблем гораздо проще этих рядок спасать и перегружать поэтому в идеале бы конечно он так он и что я стоит магазин по торбу делать great на медведей опять ему на выкупил два свитка полностью контролирует до центр я думаю что он бы поставил еще и третью базу если бы успел зачистить шахту снизу на семи часах потому что сейчас ему ничего не мешает тоже и воткнуть дополнительно базам а он третью лорницу ставит чтобы резко прям соточку сделать ну правда подожди а зачем ему а там есть большая разница между двумя и тремя лорницами там же все равно ты в два заказа забиваешь почти вас не стоит внизу я думаю что вы нужны по ресурсам смотрит и хочет резко прям что сделать у него охотниц на самом деле много можно до убить медведей начать строить они еще не грей жены совсем то есть я думаю что самое время от котов реально избавляться пойму на счету добавляет ну переводит 2 барак на экспан добавляет протектор просто а представляешь насколько он уверен что я понимаю просто насколько он уверен что его слева нычку на халяву это мнение не не убьют и что противник именно пойдет атаковать а хотя к чему еще делать правильно все выход из лимита с одной базы 70 лимита у colorful он попытается еще до того как к нему противник придет но сейчас он должен выходить до из лимита он прямо сейчас заказывает 3 медведя правильно хоп а пока что не торопится ну да и он захочет раз он он просто знаешь планирует все на пару минут вперед то есть он знал что к нему придут на экспант он знал что ему нужно добавлять второй барак что там пригодится протектор что он сам пойдет в размен хотя как-то очень медленно он он много бегает на по базе что это такое ты видел как контрески бегали просто в он типа пытается разменяться он убил одного медведя убил всех висков сейчас колорфулу базу отдает а там есть или портует тинкера да есть сок но в целом еще проблема в том что грейда на nation blessing не было да ему очень быстро снесли экспант ой срочи телепортироваться ой как фух но в целом экспант в любом случае у него окупилась мне кажется что даже и строительство третьего экспанда было во многом обусловлено тем что он полагал что будет бэйстрейт и ему нычка пригодится личные вопросы к третьей лорнице да есть согласно лишние лучше бы играть 3 сделал на атаку лучше ой сама смотри пошла он взял он переучился с стрелки на сову слушать стрим молодец и хау еще еще я не знаю украинской базы все-таки надо было 100 лимита медведей выходить сражаться мне кажется все равно тут и запад мы близкой к 6 из-за того что у него просто 90 лимита он сейчас плюс 20 может по сражаться хорошо конечно круто что ты пил арбу перекачался на сову типа сейчас у него будет 6 ему ну стрелка не нужна огненная штанать ману использует и в него будет мана на starfall а колорфула из того что книгу перекупил луна на ракета не перекачался она же вроде довольно быстро откатывается все уже доступны все порядке ну доступно но колокол не купил подма получит то же стоит в сражении и я им что уже даже не чем сбивать не чем сбивать это может закончиться все вот сейчас должен понять по гиппогрифу по подмес а им что если прокликал героя что без без книги все закончится на starfall и на мэйне ну либо тинкер получает в процессе 5 берет первые ракеты перебивает starfall но для этого нужно довольно прилично убивать охан соло привет друзья всем здрасте он восстанавливает нычку еще бы бутылку маны прикупить и думаешь все таки правильно что он отдал этот экспант или он на самом деле просчитал что он не успеет выйти из лимита чтобы его задефать скорее всего да у него было 80 первые медведи только начали появляться и он подумал что он же в разменах чувствует себя вообще лучше чем чем кто бы то ни было ой вампиризм еще выпадает для медведя не логично вышло так что медведя то с заводом быстрее сносят чем он с дрядками забежали конечно конечно и но он думал что может быть он раньше придет и заставить противника вернуться но то что он не очень хотел сражаться это точно а он еще знаешь что мог сделать купить подрывников колодцы все взорвать да так вот мог сделать капец там медведи просто но муну выгоднее сражаться на мэне чем вы здесь пытаться принимать сражение я думаю что столь 100 лимита он готов против 70 нормально ну что понеслась главное не толпится сильно дряды с автокастом у муна это может быть ошибкой потому что у медведя там много маны а дряды уже пустые и вместо того чтобы атаковать до спать отрыг шестой и амшар бах starfall но сейчас телепорт прожимаем и валим не нет ракета же уже есть переучился я моргнул когда он а он получил пятый взял таки это как я говорил все нормально не переучился димка пятый правда уже нападают медведи 75 нет размен не в пользу муна ну да дряды на с авто диспелом это была грубая ошибка они не вместо того чтобы покусить медведей они просто спалили мне кажется тут больше зарешали хантресы которые ничего не делают у муна от них надо было избавляться до того как ты выходишь из лимита 80 но муна муна экономика лучше у него да он еще тут далеко не проиграл я я не вообще не почти не смениваюсь том что он здесь вырулит надо заказе из трех лорниц защиту 3 сейчас у него то делается просто в димке шестом может быть проблем еще жалко что став не купил я думаю еще мог бы заставить одного медведя сразу еще старого засейвить у него всегда не хватало в инвентаре место помнишь там тебе свиток телепорта свиток хила и все уже места нет носов продавать да да я думаю что он на такой стадии уже тут слиперсы продавать надо на такой стадии кстати слиперсы значительно лучше чем на начальной стадии потому что у тебя уже и арба есть и ну урон возрос то есть они же там 6 процентов скорости атаки еще дают понимаю но став я думаю лучше да я все-таки став но два медведя там да нет став то безусловно он окупится в первое же сражение той как же вот решают эти базы которые ставятся в точке где которую противник закрепил просто вот эти эти нелогичные места которые на психологию и даже игрок который уже медведей очень много около конечно и за двух ставов он наставил медведей мы на дает экспант и сейчас должен задуматься немножко colorful а чё вообще на что он рассчитывает без экспо и отправить наконец-то гиппогрифа который у него всю игру ничем не занимался после как отбился от дропа на разведку и он полетел смотри нет не полетел блин ну серьезно карта дуэльная маленькая и это топовый товарищ который гиппогрифа не используют уже последние до 10 минут давай пожурим colorful что он ошибается на не 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 но он он игрался 120 подустал надо это понимать что игроки уже играют последний день турнира они целую неделю катали так что я не знаю насколько правильно требовать одних прям идеальной игры требуем его полетел разведать молодец молодец просто фогище себя защищает друзья понимаете он он чувствует что если сейчас не прикроет colorful то в следующий раз прилетит ему поэтому с точки зрения стратегии он действует правильно они ну бывает всякая все увидел экспант увидел увидел всякое бывает вот и смотри хочу вернуться к котам который 00 и который непонятно зачем резали в два раза инком с трех бас то есть ну тебе они реально не нужны то есть они тебе помогают тот момент когда мы обсуждали с тобой что пора бы уже избавляться от котов надо было понемногу хоть ну не сразу всех шесть конечно келять но 2 это 20 лимита представляешь 2 20 лимита это уже можно там у него было 78 считает 2 ханты убивает и можно уже двух медведей добавить да 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 а так и деньги потерял из-за обкипа и эффективную армию в результате не достроил но пытается starfall но starfall наносит совсем немного урона потому что влетают нет нормально урона в густой мимо мим а там же амша какой какие ракеты зачем а зачем он сражается сражался дальше под страховым или уверен что справится он справится да похоже да справляем у или нет этого и зада похоже тинкер под ультой тинкер жесткий под ультой но сейчас диман хантер шестой конечно да но если получит непонтроль отводит отводит вообще там разваливается все под матча с 8 уже будет правда толку от под мой опыт от 8 под мы нет догонять медведя но диман ханта вроде как не получает не получают там тинкер до 8 под мая перекопалась у луна и у колорфула не она тут 6 диман хантер проблема в том что может получить тут диман хантер находит медведя в углу звонит медведя мун меня там за медведя вписывается сразу даха тинкер тинкер тут за задрянкой чесит сейчас за этим гадом долго хотя патма будет тыкать в него вообще прекрасно у него плюхи вылетают плюс 25 урона армию игрока 58 на 32 и шансы есть уму на все еще на мой взгляд дань а уму на больше шанс больше шансов думаешь да да ты смотри какой у него лимит да нет лимита понятно тут я думаю на двух героях все просто вы под подма при всем уважении она не такая полезная как поларфула сейчас нету до заказа вот проблема еще два медведя красных стоит он забыл про них вот вспомнил не амуну сейчас надо нападать и это может купить дирижабль помнить про медведей углу муна если поищу по карте муха что найти от медведей которых он забыл помоги муна найти медведи между между доверяем за и экспандом 2 а медведи стоят ну вот мун все правильно понимаешь что ему надо давить пока нету до заказа медведей у колорфула но это то что он забыл двух медведей это конечно может зарешать о в размер что ли пошел да а там телефон же есть какой у но это ошибка стоит игры кстати все они мне кажется игры стоило то что ракеты не пошли во время старта да 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 ну как жалко у колорфу мог бы еще по это самое дать бой по крайней мере на ну хотя на экспе сложновато да будет супермен у нас или не будет супермена кажется нет сейчас начал так хорошо микрить что у него у него стало поменьше войска нету вот интерес ок масс грядок так что гораздо лучше стало а тимки рымба на него арба не работает же он же техника как танк еще знаешь когда ты против тебя 5 demon hunter у тебя сразу мотивация прибавляется если он конечно кого-то подрежет он 6 получит что он выиграл потому что он вроде как эту игру тащил из-за одного сражения его под развалили из-за того что hunter этот хантер сак не избавился и автокас не отключил над рядках да да отрядок знаете на старте же тебе от них не не то что урон нужен даже просто дебаф до начала вот просто через атаку отправить для того чтобы медведи сразу такие сколько там 25 сколько сколько скорость таки помнишь яд наносит замедляет ой дряда нет нет ну как фогич кто тут профессионал ребята я практически игроки аж не библиотека варкрафта ну просто например мы берем если например 25 процентов это там два града на атаку да вот если бы дрядки поучаствовали в первых там нескольких секундах вместо махания копьями они бы я так на глаз скажу что они бы двух медведей убили а ты имеешь ввиду если бы фокуснули но я считаю что они не должны фокусить на старте они не должны фокусить на старте они должны через атаку а потом только фокус как с гаргами короче ну хотя с гаргами не всегда ты имеешь ввиду чтобы всех копьями да 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 сначала ты найти сколько там 4 сколько яд действует 4 секунды нет ну в любом случае надо было это ну как ты говоришь подбежать фокуснуть по всем через атаку и потом через одного они бы убили двух медведей они получаются просто ничего не они просто задиспалили рэйк colorful к да ну снова рэйк они снова задиспайлили рэйк и короче просто пачка дриад сколько там 12 копьями махала но это же самое знаешь как андет на тебя летит проживает свиток свиток протекшные дриады такие ща погнали и начинают махать копьями вместо того чтобы фокусить короче в итоге уму нас сражались хантер эски да они не умеют они не умеют у них не глэйвов не грейдов не технологически они не умеют ничего уже но целом конечно мун поражает своими иногда свои способности делать разные вещи то есть вот он может понять что ему нужно развлекать понять что ему нужно идти в размен хотя вот размен был такой ты посомневался в целесообразности его ну по крайней мере то что он забежал во внутрь базы может подрывниками надо было колодцы взрывать и и может играть на nation blessing сделать чтобы колорфул там так моментально не убил все наши бараки можно было поближе поставить к мэйну чтобы медведи не проходили так спокойно ну а вообще вот если бы например он не ставил третью базу начал интересах подрезать и попытался наверное раньше в медведей выйти так тоже может может быть стоило все-таки эту базу отбивать да надо было смотреться на тот момент когда как атаки что у него было стоило вписываться или не стоило но по идее учитывая то что него экспант не харасили и что там т3 он вроде как успевал сделать лимит больший и под протектором под деревом на стандартном там этом кайте скорее всего он бы котел от экспо на мэйн правильно этих медведей вытаскивал бы и там под бараком с протектором можно даже может взять зиппелин с он мог бы в зиппелин посадить всех дриата и например дропнуть ряд за да да в тыл чтобы убить ряд колорфул несколько рядок в таком проходе узком не смог толпиться это невыгодно надо либо отбегать как он делал там какой-то момент либо покупать зиппелин и делать такой ряд ропу сзади так здесь у вас гоните будет скорее сюда если идеально рассуждать но конечно в игре так возможно сложно прийти а смотри здесь все просто он знает что colorful играет всегда в демонхантера и не любит рисковать и что он играет в подму часто поэтому colorful решил что он стоит брак на зеленый играть через потому не стал отправлять сразу виспа чтобы отменить барак а он сыграет стандартно демонхантера и криппинг такого же лагеря наемника как colorful потому что под мой на правый респ бежать сложнее а на правый быстрее не сложнее крипджекать правый вот левый там барак ближе стоит крипом там а ты про это старта поэтому там реже стоят поэтому он он решил сыграть полностью как colorful стандарт и смотри что делает colorful он зеленых крипов отманивает он попытался лайкинг шилд я видел но почему-то разорвать не получилось в таком случае он видишь он отманил этого архмага и кобальта поближе к бараку такой вот есть момент криппинга но я если честно предпочитаю сразу отманивать бараку потому что лайкинг шилд иногда может не сработать если оппонент еще мешает посмотри монум сразу везет с артефактом вообще когда такие темы пассивные через криппинг идут в рандома больше да из-за того что твой дима может быть одним образом одет у противника другим то есть все тут полный полный провал из-за миссов конечно после патча денег тебе дают побольше но на серклетку наверно поменяет скорее всего если успеет кстати если успеет тут в идеале покупайте персоналку и сапоги даже иногда есть смысл телепорт продать потому что карта ну довольно таки да 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 ноги контролируется легко и контакт да все все правильно смотрим он ставит экспант в кармане вот я хотел спросить тут же то есть я помню когда мы играли на эхо в мирор тоже демон без 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 конкурентный ну карта была такая же баланс был приблизительно учитывая то что козел не сильно влиял на мирор такой же и здесь все играли дима нога и x причем x до т2 сейчас какая мета и же ставит экспант если есть диман хан третий левел или если вот второй левел то видишь ну ставят его в кармане хотя здесь наемника неприятно перекупил и это сильный удар конечно о это пинг я думаю что у китайцев все-таки лучше пинг на этом серию потом у на ума на никаких шансов перекупить этого наемника быстрее это проблема вот этой карты и вообще проблема в варкрафте то что вот если вот так вот два виспа висят у у того кого лучше пинка он просто перекупит да поэтому может быть муну и не стоило так вот играть алекс играете понаглее вот как колорфу закрепить шахту и базу поставить вот сказать какой логике он побежал в агрессию чтобы свой экспорт безопасно достроить да да то есть если бы он покупила берсерка получается x бы достроил сам он бы поставил экспант и если бы колорфул играл в т3 там он бы через дрядок вот как с под мой только с диман хантером играл быстро 2 с экспантом против т3 но это работа только если быстро экспант если его конечно так вот отменяет к колорфул отменил по всем он уже теперь будет играть тоже медведей он будет такая вот супер классика на эхо медведей 1 база против одной базы и знаешь тут контролируют от marketplace чтобы иллюзии кому выпадут и магазин нижний чтоб свиток перекупить это те самые два фактора которые до дирижабли нет так что все вообще чисто чисто на мужика встречается его южа центр а сейчас благодаря двум троллям и третьему уровню более раннему колорфул очень хорошо может можно поджать нас вот этими троллями очень неприятно вышло поэтому может моно даже и стоило впадку сыграть или или все-таки это ну как-нибудь убить этого виспа который перекупил брисерка арчу туда отправить ну вас приходит и начинается нам на базе беда и ты не можешь подойти сразу ловишь бёрн виспы и убираю что он сразу побежал демонхантером на харасс он же не успел и колорфул получается еще дополнительную точку забрал и поэтому он сейчас третий против 2 муна ну все это скорее всего равный счет даже если он здесь каким-то макаром отобьется и то не факт кстати учитывая ботинки ой хорошо блочит у вот реально единственный как мог убить это это через ногу но ноги были сапоги я думал что все уже конечное потому что но там блок и каким-то макаром демонхантер оказался с нужной стороны перед ногой перед сапожной носа сапогами все и заставили стелепортироваться умно появляются шансы заигрался колорфул можно было конечно аккуратнее сыграть тем более что у ноги сапоги но смотри колорфул сейчас хорошо делает разведку и забирает центр вон тут еще одна начальной стадии криппинга то есть он забирает точку которую колорфул уже четыре минуты назад забрал а колорфул уже как раз там где должен быть на такой стадии центр забирать сманы немножко не повезло мурлаков выманивать надо потому что без третьему мне отобьемся никак но рискованно я понимаю и там лорница по-другому таймингу это все следствие тоже виспов которые бегали кто-то умирал приходится достраивать в мироре это мега критичные штуки конечно потому что все одинаково кроме у каждого почти т3 на подходе а даже так да а нет ну я уже там заделывается ну да уже уже 70 процентов близко амун он по моему не он должен т3 выходить или он не пойдет т3 может и не пойти в т3 косарь на руках походу экспант пошел стать нет но я на мол вроде как понимаешь что он не успевает т3 выйти что все плохо поэтому может будет как-то рисковать на маздрядах нудряда не убивают без экспанда людей может пойдет застраивать я просто не вижу какие еще я просто еще не разбираюсь ты троллишь иногда или не троллишь просто я пока еще не привык да нет ну а чему на тут это проблемы большие ему надо что-то предпринимать застройку либо экспант хотя ну понятное дело что в теории никаких шансов таких раскладах выиграть нет что у колорфула уже все медведи арпа лучше прокачка лучше на 2 муна да и арба больше лимита так да xp еще очень поздний из-за того что они там с лесом проблемы были свиток он возьмет это сто процентов подряд свиток прям очень-очень-очень-очень нужно но не добивает еще а хотя можно было и постражаться пока колорфул на глава там пришел сюда а там димка отменяет экспант блин я бы вышел просто артефакт не взял побежал пытается диму отварить от экспана уже ничего не сделать ок что а нет там же там же нет телепорта фух я был неправ ссорим арку я не думаю что будет рисковать и сейчас нападать он дождет к колодец под 60 до строится просто 60 лимитом придет ты поживаешь стратегия в моздрят она хороша при раннем экспанте когда лишь преимущество так конечно он пока надеяться что колорфул это но я не знаю как должен колорфул сражаться чтобы он выиграл надо когти передать ноги ларфул должен как-то терять всех дриад берсерков ногу по мону надо полностью игнорировать наверное медведей час игнорить или убить димон хантера да вот колорфул он хочет напасть но он будет ждать еще плюс два медведя наверное он может даже на мэйн пойти армия не страшная конечно же хорошо что он не забывает грейды делать 1 0 надряд сделал а где берны еще берны не забывал делать свиток второй он еще ждал видишь ночь начинается свиток возьмет инвал так свиток же все равно даже для такой гапши там фокус я понимаю но 60 лимита до 60 лимита на макси так взять согласен вообще за счет барака и позиционки ой опасно 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 и ряд опять с автокастом ой ему не надо минус 3 дряда уже на старте цветок лечения уже надо делать все красные 2 ряды а и не успел одну дряда спасти 56 на 57 но качество лимит конечно медвежьего гораздо выше нога еле живая там димка вырывается ой ну барак там вытанковал просто по-царски столько урона нога третье все красные гг пишет мун 11 и разве что если пункт каким-то акаром пробрался к второму свитку и как-то дряда все таки нормально без автокаста забежал пытался заснайпить этих берсерков и дрят colorful а и тогда уже ну против медведи чистых медведей уже можно как-то кайтить дорода там есть опции с мишками если ноут есть моно построился экспант этот ранее и берсерка не перекупил colorful на пинге конечно от это самое неприятное когда играешь даже если ты изначально там знаешь что там у кого-то 10 тебя 20 у него он все равно быстрее перекупит этого наемника поэтому я думаю что свою игру же надо строить не по такой схеме с не надеяться на это просто сразу минус стратегия фактически ты предлагаешь ну это действительно стратегия которая получается строится на перекупе там даем ники другое дело если у тебя пинг лучше тогда ну ты сто процентов перед просто я так против хэппи играл на эхо лси крепил мир кэмп получит через вардан но я перед игрой понятно что у него пинка там лучше и он по-любому этого приста перекупит быстрее а у тебя получается этот криппинг зависит только от того при купе что этого представили нет и получается уже тогда мало смысла свою стратегию на этом выстраивать вот уму на тоже вот этот экспант в кармане получается был зависим от того перекупят этого берсерка или нет так что я думаю что плохая была то сейчас контреса будут все нормально это же хорошая карта для опа у нас там хозла друг надо ливать из комнаты по каким-то причинам видимо там есть какие-то тоже особенности при создании какие хорошие китайцы все-таки конкретно вот этот админ админ попался хороший админ админ да хорошая же карта для хантресок да тут же часто они появляются идеальная тут а чтобы патму законтрить надо играть самому патму либо кипера чтобы чтобы законтрить патму ты должен думать как патму ну да потому что зачем играть демон хантера если она изначально стратегия то проигрывает другое дело что то есть против тебя играет эльф который плохо исполняет патму ты можешь играть демон хантера так ради напряжать ну против муна играть демон хантера но надеяться только что моно то и встанет и начнет ошибки делать но мне кажется уму на винрейт по подмела демон хантера лучше чем например демон хантер на демон хантер тот же а еще кипер здесь может быть хантами ну и поэтому может появиться и демон хантер внезапно я может быть кипер дыха ну да я про это и говорю о кипер дыха кипер первый дыха 2 ты про это да 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 тоже так ну кипер получается хантами хорошо контроле и можно вторым демон хантера использовать но под мая кажется все равно лучше если играешь против колорфула по крайней мере против лавлета может быть есть смысл кипера лава фулон я думаю что вот этом его слабости можно это использовать то что он всегда играет через демон хантера он прям как хэпи в старые добрые просто по одному шаблона игра ну и хэпи сейчас играет абсолютно разнообразно да жизнь заставляет битнер спрашивает по объясните почему под макан 3d х мы довольно подробно в прошлой игре рассказывали в массе хорошо больше вариантов на старте из-за ультразрение за счет мобильности ты не можешь против грамотного человека порно перемещаться инициатива большего под мы короче говоря она диктует чем чем ты будешь заниматься она принимает решение будет застраивать она принимает решение будет ставить экспант охотиться тоже она на тебя они ты на нее есть и быстрый грейд на ночной дине убиваешь оппоненту всех виспов лишаешь его разведки первых там шесть минут игры и он не знает что с демон хантером бегать искать твою базу вторую или ну крепится он не может соответственно просто отыгрывает слишком пассивно пока ты с под мой крепишь точки можешь поставить экспант можешь пойти в застройку тут дима я вижу что уму на виспо внизу находится справа может под барах фондовский а под барак я думала как барак все-таки но он и в первой игре ну в самой первой игре единственно первой игре начинал именно с двух бараков и он у меня тоже на отшибе был чтобы сложнее было его увидеть но дальше все равно он не ультимативно масет тут не то что на отшибе тут от барака чтобы потом экспант была возможность прокрепить то что если он ставит второй барак на базе у себя кола фото видит то очень большая вероятность что это просто будут масс ханты и к смотри проверили этот барак четко прям ух односторонняя игра ну что я думаю что colorful купит персональный ставь и будет пытаться маячить возле этого барака чтобы не дать моно экспант поставить с другой стороны он может с интересами тогда напасть да да ну то есть этот барак тебе как бы может и так и так помочь посмотрим единственный минус этого барака то что colorful например мог бы сразу побежать демон хантером отменить его но обычно он бежит зеленую забирать второй ловил получить поэтому может даже с таким расчетом он там барак поставил смотрим он еще не взял стрелку либо саму да 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 он пока да именно так пока не уверен все знаешь что мог сделать он мог перекупить персональный став продать его и побежать вниз закрепить точку с экспандом дороговато когда у тебя амбиции на на построениях антрес на старте но мог действительно мог грамотно он еще делает смотри разменивает хп хантресок который халявно на 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 мун джуз на лунный колодцы не пытался не 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 дай так просто прокрепиться слушай кстати а это может быть какой-то подпуш слепой откал арку он продолжает нон-стоп строить арчей это не очень похоже на т3 а вот к чему то есть это может я тоже так думаю я поэтому и сказал что так когда colorful пошел зеленую крепите муна было окно закрепить экспанта но он не побежал на гуще смогут поймать он мог купить я например персоналку из телепортироваться вниз либо перепродать персоналку и побежать нет чтобы демон-хантер быстро вниз не переместился и было время закрепить эту точку тинкера поймали тинкер поймали у классика просто классика да есть такая тема герои ставерны ловить он случае colorfull стоило может быть взять второго героя из алтаря например и пера он не был уверен что там хантерский стоят то есть он подбежал димка я думаю он проверит как стоят не стоят но он не не проверил не подбежал прям прям сквозь хантреск а вот и там проблема когда постоянно отыграешь в тинкера второго то теперь возьмет из алтаря чате да сейчас возьмет из алтаря героя все нормально поэтому очень ожидаемо уже он взял и использовал эту тему с блоком таверны и смотри он пошел ставить теперь экспан после убийства тинкера то хорошая логика замедление хрифинга и сделает как первой же игре даниил и могут и 2 сделать слушай ой барак не 3 таргет вы мог спасти кстати ри таргет мог спасти ай пурдж блин он не окружил котами короче здесь на ошибался немножко moon чуть-чуть чуть-чуть скажем 1 виспа здесь не хватило на починку надо было 2 брать я даже есть такое дело ты не писаешь как те часто достается за этих виспов которых нет на экспанте строящимся прости тут конкретно это да да правильно оценивать возможности хриппинга но если с одним виском очевидно что должно должен быть еще герой при криппинге если я так вот 4 ханты плюс криппинг то 1 виспа туда надо 3 виспа на починку иначе иначе тебя вот могут так наказать ну и что смотри ты 2 плюс экспанс как в первой игре тут и 3 откала фула до время есть вроде умона настроить ряд по схеме он пресекает попытки на халяву отменить экспант они весьма очевидны и поэтому и при этом еще подхорошивает ну пытается подхарасить как-то еще тинкеры и здесь еще такая карта неприятная для демон хантера надо очень далеко выходить и ближайшие точки это gold mine рядом и обсерватории там крипы такие неприятные страны там голем с другой стороны там крепы с ядом в общем и тебя могут подловить еще с охотницами а у тебя не мобильная лучница с охотницами и под мой тут конечно бегать мобильные войска получаются он поставил протектора хотя он наверное просто не знает что color food и ты заказал он боялся что color food сейчас масс рядами придет скорее всего он тоже строил и скорее той же самой логике да смотри он второй барак восстановил и есть конечно будут не дряда масс масс ханты с лучницами это похоже против мишка то что случилось как ты думаешь но он не успевает рядок под таймингу сделать вот на тайт хантри на этот тайм хантри он успел но потому что не знаю может был точно уверен что там т3 а здесь не уверен был что color full не в т3 пошел например остался на мастряда но не где-то на минуту был раньше заказан т2 чему color full т3 поэтому по факту он успевал дрядок сделать но не знаю достаточно ли количество успевал у меня там ты по таймингу там не успеваешь ты успеваешь рядок если там ты три точно есть ну да я про я про точно т3 точно да да он он так как он протектор построил он видимо не знал или подумал что логично если color full убил барак то он будет кушать ну ладно уму но все равно есть еще инструменты типа дирижабли чтобы выиграть время и как-то перестроиться вот он в лорнице все равно выходит видим медведя потому что с медведями все равно ну риджуф то не нужно чем-то контрить правильно без дряд сложновато это всегда есть виспы но одни на одних виспах не выйдешь и тут же color full делает себе древо ветров что понимает что избавиться от дирижабли по-другому не получится либо ты оставляешь какую-то часть армии либо ты просто терпишь терпишь то есть он таким образом выигрывает себе он во первых окупает точно дирижабль потому что стоимость виспа древа ветров плюс гиппогрифа за 160 это значительно дороже чем чем дирижабль за там 200 сколько там 40 260 смотри что делает color full он просто приходит с медведями контратаку атаковать main очень но на самом деле ты думаешь мы тут хантры скамине и разуплотним его со свитком лечения походу да поэтому может color full надо было свой дирижабль взять чтобы была возможность спасать арчи из рядами там одна хантреска двух арчей слева выстрелом красивым добивала муну надо сейчас еще свиток классный сделать и все будет такое уже распределяет грамотно и все и минус и минус почти вся армия color full свиток лечения дима один тут тоже не отбивается а у него то телепорт все остальные возвращаются пешком у и размен дико в минус у color full и скорее всего это будет даже минус шахта я думаю что я просто обдумаю вот эту ситуацию игра дачу делать я думаю что то что став не купил он бы если бы заставил диман хантера и купил арбу сразу то по идее диман хантер там шесть арчи 2 дриада они должны справляться если сразу то если дим он не сразу не сразу среагировал и он получается очень поздно персоналку сделал когда у него уже там арчи погибли многие да и арбу купил поздновато но может из-за того что ему и ресурсов не хватало потому что он смотрел построил 3 ветров не погибли по таким заказал не заказал но поздно ну сейчас уже все сейчас для муна проиграть в такой ситуации это да почти 5 по тма в ряд вышел дирижабль 70 лимит сейчас будет у него он мастер потому отыгрывать видно что колорфулу немного не хватает опыта и фига себе он видит с ультразрением что димка пробегает и все равно крепит ну как бы невзирая может быть он даже и армию справа видел пробегающие мимо и все равно стартанул сражаться на фонтане хотя даже если подписался colorful сюда он вряд ли на фонтане что-то бы сделал правильно да да я да я согласен то что колорфул очень много потерял у него по сути остались вот одни медведи уму на был идея если дирижабль и телепорт он под фонтаном поэтому просто крепит ну да тут саму нам должна быть игра правда поздновато грейды надряд делает к 10 сейчас будет второй свиток надо бы купить место за руны другой стороны он сделал 11 с арчи придется телепортироваться если не хочет потерять экспант потому что опять начинается что да или будет в разминайте в размин идет на видишь в этот раз он колодца уже убивает и наверное будет сейчас сражаться слушай ну колорфул неплохо так убил экспант 76 на 50 и под колодцами сейчас идеальная позиция полара фула может на самом деле здесь еще как-то не у слишком мало не кажется ну два свитка лечения еще что-то хочешь сейчас распределить этот урон антресок подропать подропа их антресок раз один свиток он так дизморалить будет колор по смотри просто не он не юнита не убил не юнита дирижабля не хватало первой игре пережабли топовый да да может ему все-таки надо было телепорт сразу сделать как считаешь ну в мун этого и хотел по сути то есть он особо ничего не теряет экспантка терял а ты имеешь ввиду му надо было сейчас телепорт делать ну допустим вот колорфул приходит на экспант к не не-не-не зачем сразу т.п. а у противника был телепорт или нет добыл я просто думаю что если был колорфула была получит ситуация с арчами и дриадами которых он потерял мог бы отбиться ему он бы мог в себя загнать в такую ситуацию что он и экспант потерял и посражался под колодцами ну вот он же смотрел на конкретную ситуацию ну понятное дело что если бы там не отдал у него было бы больше лимитом он же вид какой лимитками пришел понимать что он даже это на базе убьет с двумя свитками я думал ты про телепорт когда дропчик был первым который собственно и решил все это да это колорфул должен был дх дх сразу телепортировать плохо оценил что он не сможет с арчами дриадами это дефать ну там так еще кажется что ну то есть тоже усомнился что мун отобьется потому что дерево 1 дерево 2 дерево 3 2 дриады 4 арчи и вроде как ну такое нормальное мясо можно там котов по на отдавать но ведь блин дирижабль есть мун контролит хантресок не отдает но там 6 арчи с дальностью было какая разница с дальности или нет если у тебя код не за один залп отстреливать сразу а ты имеешь виду что стоят там 6 арчи с двумя отрядами если он врывается с дирижаблем то колорфул в идеале должен сразу укусить его от дирижабль он уже битой понял понял о чем речь здесь же тоже под мы у нас идут на амазонии но скорее по отму надо опять думаешь дх можно просто делать ставки но обоснование под мы это что маленькая карта контролить хорошо есть дирижабль сразу со старта после криппинга или еще что да это идеальная карта для под мы просто ну посмотри а куда еще тут демон-хантером выходить потом с кинкером также как на консил хиля то здесь голема которых очень тяжело закрепить и все им от лагеря наемников очень далеко ну и магазин конечно легкие его заберут то есть магазин вот эти ближние точки скрипов хрипов мало и так и помола ультравижен очень классно работает полностью контролируешь всю карту экспандируешься то же самое все тогда снова димка блин мне вот не нравится когда человек вне зависимости от обстоятельств так не гибко играет ну да да поэтому мне тоже мне тоже это не очень нравится но зато это можно использовать против него в суде насколько я помню ты зачастую тоже патмо на карта где она приоритетно стараешься использовать ну да вот последнее время против лавле это только под мой играл у него на самом деле с диман хантуну от лавлет например он хоть и играет через диман хантера у него поинтересней стратегии чему ковар фула школа фул играет вот либо тингера второго либо т3 соло дыха играет от лавлет он может добавить второй барак сделать катапульта вот то есть либо один хитрый виспа подожди это патиль хитрый спалом он я думаю что он раздаст но нет выжил чудо висп дарда мун задиспелил этот light and shield color full чтобы усложнить криппинг но не знаю насколько это профит на помню color full и так хорошо справляется вот я я к тому что с диман хантера можно еще играть какие-то стратегии против под мы вот масс-баллиста с выходом т3 арбой так армию игрока так перейдем хорошо сейчас будет контакт хороший очень артефактов димки по отмене не очень повезло ей в прошлый раз кажется плащик выпадал на старте да у диман хантера конечно получше город в осаде получше получше артефакты смотри color full делает во первых быстрый hunter school что интересно потому что у него будет тоже ультравижен и барак переводит на базу чтобы от масса защититься да потому что на этой карте ну и вообще на всех картах если барак вот не переводишь ходницы при количестве три четыре уже пять штук могут забежать и просто размениваешь колодцы с арчами на свои колодцы и потом колодцы пустые при тайминговом раши а ну тут диман хантера к третьему уровню тяжело прокачать а подма получается когда охотниц подкопиться получит 3 будет рейте под мам против 2 дыха поэтому диман хантер на этой карте очень слабо выглядит против под мы если игрока в подму не делает грубых ошибок ну например там забежала во внутрь базы color full а потерял несколько интерес ну что недоконтролил плохо разменялся димка пытается почти на халяву выбить этот артефакт очень нагло его сразу прогоняют и здесь видимо из-за того что карта маленькая из-за того что приходит с димкой общаться часто он все-таки взял стрелку опять плач блин забрали только один продал плащик справа мне очень нравится что он здесь не разведывает где колорфула ему бы конечно вот не дать колорфулу точку забрать он как-то я думаю что он у просто артефакт надо было забрать этой точки сразу бежать сюда так он конечно дает вот иллюзии себе выбил подкрепил крипов в книжку забрал ох это мог быть минус или порт если бы не мисс или если бы раньше подбежал смотри колорфул играет по-другому он делает эти три медведя и ставят протектор такой хорошей позиции потому что конкретно на этом респе воды много и тяжело протекторы поставить далеко вот поэтому понял специально такой агрессивный протектор чтобы контролировать как можно больше территории амон остался на т-1 ну да он будет рашить расстройщика получаю пробивать 23 до не только интересного где протекторы будет он ставить протекторы конечно при застройке тяжело построить армию игрока ну с первыми свитками да будет пробивать единственное что вот я говорю что от колорфулу нельзя 3 демонхантера дать 3 демонхантер уже почти считаю что дал учитывая морлоков рядышком это неизбежно вот этот магазин но никак не должен забирать есть если его контролирует патма он конечно но им еще не везет с артефактами плюс три кольцо под мой только перчатки похоже на два кстати катапульта аши нашли до виспы тоже пошли но колорфул будет будет готов только второго героя ему нужно наверное взять или он будет соло димку ради экспы не очень полезная штука смотри он делает интересную тему он до свитков идет застраивать это мне нравится тоже а и он справа может вот ты спрашивал где застраивать справа да 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 как раз мне было интересно пришла сверху еще можно попытаться там есть место немного или справа не знаю что проблема справа что подрывника могут купить он через 14 секунд появится поэтому ну ну надо контролировать это туда арчу отправить либо виспа может купить самому подрывника чтобы hunter school взорвать а чем он тебе мешает уже сейчас да я вот кстати не знаю если взорвать hunter school вроде медведя нельзя построить будет да вроде можно или нельзя не окажется и можно 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 так ребята в чайнике не спущать hunter school потому что сейчас подрывник может убежать а протектор отдается тут немножечко но хотя они как как отдается под бараком умирает хантреска но она того стоило безусловно и протектор уже достраиваются вот у меня вопрос что все это время делал дима он там был рядом с бараком отнял у него там 150 хитов короче у него была персоналка но он не был рядом с арчами оба лист начинается конечно молодец то что не стала то ждать свитка и так рано пришел застраивать варфу прям вообще не был готов и смотри сейчас протектор их охотниц нет тут 31 замуна да да тут ряде нужен очень грамотно еще вот я то что я говорила что он снизу начал эти протекторы строить не сверху обрати внимание что он еще протектор подконтраливает по медведям и игнорит димку не атакует хантресками тоже старается медведя убивать а не диму ладно сейчас уже димку нет вот переключился опять на арчей виспы не справляются с починкой но пока убивали протекторы не опасны все равно нет здесь есть еще шансы отбиться есть шанс отбиться а тактора нечем выбивать а и и уже минус лорница я не заметил что 2 2 2 2 2 глава его уже отстрелили одну лорницу и и довольно шустры вы не застраивать четырьмя протекторами сразу но он почему-то три построил один потерял и все равно еще один построил очень 4 и достраивает вот поэтому могут протекторы просто даже если тут colorful есть возможность медведей строить их просто нечем убивать они слишком толстые из жестко танкуют и катапульта с охотницами протекторами очень намного больше урона арху пытается тут закупил свиток вызывает иллюзии набитого демон хантера почему-то мог на медведя вызвать она новый под хантерский под подходят танковую просто катапультами лорница убивает хотя не знаю на мой взгляд можно было просто катапультами по медведям атаковать они очень много урона наносит то что медведь на месте стоит и хорошо попадает in волна димки дим который 4 уровень получает но это да это мун красава конечно надо калорфул учиться через под мой играть так скажем потому что это совсем другой мир насколько я помню когда идет мирор там открывается много опции с арчами с болезнями почему на вгл я прошлом он так не сыграл он там и по странные стратегии пытался исполнить мог вот так же сыграть как сегодня например уверена победить через потму все карты вот поэтому ну хорошо поздравляем луна ликова спасибо фогич за компанию за комментирование поговорим с тобой еще папа будущем о нашем совместном с тобой спасибо всем кто смотрел все всем кто болел увидимся дальше на стримах все всего хорошего до новых встреч пока пока так друзья я еще с вашего позволения я с вами прощаюсь тоже как бы все прямо отдельно отдельно с трансляции дальше не будет потому что мы пойдем провожать так скажем нашего гостя дорогого увидимся с вами скорее всего уже завтра